Что хотела купить? Ну что, я в банке... Всем привет! Уже у нас 10 часов. Я сейчас ездила, отвезла пряники на Кристины, которые были. И заехала в магазин Кавказ. Деревенская курочка. Накупила тут крылышек. Сейчас покажу, чего еще купила. Томатную пасту купила. Цены, к сожалению, чего-то я не помню. На томатную пасту вот кубаночка часто теперь беру. Вот эта сыворотка. Вот этого вот. Из новотитровской ИП. Ильченко. Литр 30 рублей, по-моему. Вкусная. Сержуню не оценил, потому что для него не терпкая. А мне очень понравилась. Очень нежная, прям обалденная. Йогурт себе взяла, добавлю малины. Тоже вот эта вот. Ильченко. Обычный, без наполнительной. Добавлю малины, будет с малиной. Вот это молоко. Ильченко молока не было, поэтому взяла вот это вот черкесское. И оно вкусное. Мы его брали в прошлый раз. Вот мой муж оценил. Его два пакета. И крылышки, собственно. Уже маринованные. Один маринад какой-то классический. Со специями, зеленью. А этот маринад какой-то тоже классический. Он точно так же написано, но видно, что два маринада разных. Вот. Запеку какой-нибудь. Вот этот, наверное, первый запеку в духовке. А этот потом приготовлю как-нибудь на сковороде. Что хотела показать. Крылышки готовы на обед. Доедим пюре. И крылышки сделаю попозже салат. Сейчас я иду обрезать ромашки. Они даже толком в этом году не цели. Сразу практически все сгорели. И чтобы они не испортили наш газон окончательно. Сейчас секаторик буду их обрезать. Сейчас все обрежу. Вот они здесь. Несмотря на то, что мы их подвязывали. Они высокие. Все равно попадали. Вот нужно их срочно убрать. Иначе газон под ними не растет, а портится. Я как раз вовремя все обрезала. А все жени приехал на обед и все вывез. Все ромашки. Поэтому осталось только покосить газон и подмести. Я теперь иду делать салат. Взяла три огурца. Домашние. Поэтому их нужно очистить. Потому что могут быть горькие. И помидорки покупные. А мы обедать. Антош, ты будешь кушать? Давай, садись. Из наших детей еще нет. Крылышки. Пюре. Салат. Сыворотка. Папа. Антоха. Один, мама. Французский танец. Когда он тити забивает, он его танцует. Да? Тити? Ун. А, ун тити. Ты французский футболист? Да. Папа, ты уже обрезаешь? Мне что, обрезать или мыть? Пообрезать. Ага, еще, да. Я в коробку, да? Обрезать. Да. Антошка учит. Учит, делает задание. Какое, может, 13-е делаем? Или какое, 14-е. Пошли. Прочитаем. Пошли. Где ты сидишь? Я вот здесь. А, ты здесь, возле компьютера? Да. Ох ты, какой хитрый. Я понял, что здесь 2, потому что это? Угу. Вот это вот, это точно. Ну-ка, посмотри, сколько здесь треугольников. Где 2? Нет. А где? Так, Антошка, доделывайся. И 4 звука. Угу. А, в слове Ольга. 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 А, нет, 1. Нет. 2. Почему? Сколько? 3. Ну, покажи мне, где. 1. А, 2. Угу. Ольга. Да. Значит, 2 пишем. А здесь 1, 1. Так, зашли мы уже под навес. Я включила Любу Киев. И сейчас будем вязать морковку. Отсчитываем, как я уже говорила, резиночки. Чтобы знать, сколько пучков. Сейчас вот по 30 резиночек. Отсчитали еще. Беру ножницы, чтобы подрезать корешки. Чтобы были красивые пучки. И вот такую мытую. И сейчас будем вязать. Бегает и везде морковка. Антоша теперь понял, что он хочет. Там длинок привыкнуть надо. Длинок. Это ты потом привыкнешь, а когда ты ее вот это вот раскоружишь, она теплая становится. А, воду? Да. Угу. Вся будет теплая. Да, да. Антоша уже выключил. Сейчас мы уберем только полок, да? Мама там ключ. Антошка с очком вылавливает. Это я сейчас вот этой вот москитной сеткой с окна. Папа наш придумал, чем чистить бассейн, да? Сейчас будем плавать. Антошка, ты будешь ужинать? Ужин у нас. Опять крылья. Только уже в другом составе. Я их разрезала. На две части. Одну выкинула, самую нижнюю фалангу. Кукурузная кашка. Ой, не кукурузная, а пшено. Пшено и мясо, да. И какое-то кино, которое шло вчера. Как оно называется? Как оно называется, Сержень? Сержень, как кино называется? Это первая же часть, которая вчера была? Когда папа смотрит кино, его нельзя отвлекать. Это первая часть или вторая? Теперь пьем чай с лимоном. И едим наши любимые карамельные хлебцы. Антоха говорит на них макаронины. Макаронцы, макаронцы. О, смотрите, борода. Здравствуйте. У нас макароны, борода. Все, мы на футбол. Немного опаздываем. Минут на пять. Что, на минут на пять? Мы приехали. А как оказалось, еще тренера нет тоже. А пахнет безе, мам. Да? Да. Все, пока. 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 И тренировка еще не началась. Так что все в порядке. Антоха не опоздал. Ты сейчас снимаешь? Угу. Ты так никогда не начнешь тренировать? Я уже дома. Сейчас буду начинать закатывать огурцы. Сейчас нужно все подготовить. Начинаю с самих огурцов. Здесь у меня вот целое ведро огурцов. Их нужно хорошо вымыть. И будем потом мыть банки еще. Несу мисочку для всех травок муравок, укроп, листья смородины. В общем, сейчас будем что-то сюда добавлять. Огурцы вымыты. Банки тоже. Вода для кипятка уже тоже стоит. Поэтому осталось почистить чеснок и нарывать травушек, муравушек. Сначала займемся чесноком. Что, ребята, осталось сложить пазл. Огурцы, травка, баночка. А что здесь у меня есть травы? Шпарыш, хрен, зонтики укропа, листья черной смородины. Сейчас вспомнила, как их найти. Потому что там черное и красное рядом. Молодые кусты. Нет еще плодов. Но как только я их понюхала, то это прям пахнет черной смородиной. Листики тоже. Так, и здесь где-то еще в самом низу листики. Вишни и чесночок. Вот такой вот красавчик. Было так его легко очищать. Весь крупный, красивый. Все, теперь все складываем в банку. Как захочется, как нравится. По чуть-чуть травки и немножко огурчиков. Поехали. Ну что, банки все сложила, залила кипятком. И сейчас со спокойной душой могу ехать на танцы. Сейчас просто кипяток. Потом соливаю кипяток. Добавляю сюда еще перец горошком. Потому что он у меня всегда убегает, когда я сливаю кипяток. И потом из этой же воды, которая здесь сейчас, сливаю ее в кастрюлю и делаю рассол. На это уже после моих танцев. Получается, что сейчас настоятся огурцы час. И я их буду закатывать. А сейчас бегу переодеваться и ехать. Все, теперь это спортивная женщина. Могу ехать танцевать. Так, ну что, сториз говорю. Как это видео с третьего этажа. Как всегда закат. Ой, сегодня красивый, да? Почем припарковалась машина? Я бесплатно. Да, родня, мне машет, как на вишняках, да, родня? Привет, родня. Поздоровайся с моими подписчиками. Все равно комментарии отключены. Ну что, пришло время огурчиков. Слила всю воду с помощью вот этой вот крышечки. У меня получается рецепт на трехлитровую банку на полтора литра воды. Ну, примерно считаю, да, что в трехлитровой банке полтора литра жидкости. Значит, у меня три трехлитровые, одна литровая. То есть, я сюда в воду, вот, в эту слитую добавила еще литр воды. Чтобы считать на четыре трехлитровые банки. Вот, по рецепту, значит, кладу сюда, в каждую банку, две таблетки аспирина и перец горошком. Воду пока поставила кипятиться. И сейчас буду потом сюда добавлять соль, сахар и уксус. Так, перец горошком. В литровую баночку одну таблетку. Отцетил с салициловой кислоты аспирина. А в трехлитровые по две таблеточки добавила. И сейчас буду готовить сам рассол. Сюда вливаю четыре рюмки уксуса. То есть, на одну банку 50 миллилитров. Так, у меня для уксуса всегда вот эта рюмочка. Я просто ее прям полную доверху наливаю. Это вот 50 миллилитров. Все сюда добавила. Сейчас осталось добавить сахар и соль. Уксус, кстати, 9%. Всыпаю соль. Вот соль у меня столовая ложка, но с такой небольшой горкой. Получается на трехлитровый баллон огурцов, на 3 литра, 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара. Соответственно, я считаю, как будто на 4 банки это 8 столовых ложек соли и 4 столовые ложки сахара. Вот сейчас соль добавила, буду сахар добавлять. А я все закатала, сейчас иду спать. Закутываю все в одеяло. Четыре баночки. И завтра будут до завтра остывать. Завтра уберем в кладовку. Продолжение следует. Продолжение следует...